Не в нищету, процесс болезненный, особенно для личного достоинства падающего. Логично было бы предположить, что переход в иную социальную градацию печально отражается и на объёме кошелька. Чтобы доказать или опровергнуть данную гипотезу, мы решили провести небольшой эксперимент, выставив на панель своего человека. В течение 40 минут, выясняя народное себе мнение, наш интеллигентный нищий собирал подаяния на оживлённом перекрёстке. В финансовом плане эксперимент принёс 1631 рубль. Дальнейшие несложные подсчёты показали, что при установленном к зотам в 8-часовом рабочем дне и при двух выходных в неделю, бедолажей в месячный заработок составил бы 479 514 рублей. И даже если мы разделим эту сумму на два, страхуясь таким образом от неудачных дней и негуманных сограждан, мы получаем заработную плату гораздо более высокую, чем у работающего народа. Ну а деньги, добытые экспериментом, мы передали на строительство Никольского храма.